Новым председателем партии «Новые люди» избран ее основатель Алексей Нечаев. Это решение было принято 8 августа по итогам голосования на втором съезде партии, который прошел в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство». В работе съезда приняли участие более 300 делегатов и гостей из 55 регионов страны. 1 июня Минюст допустил нашу партию к выборам. И уже 13 сентября сотни наших кандидатов идут на выборы в 13 регионах страны. На этом съезде все регионы, представившие своих сторонников партии, поделились идеями о том, в каких направлениях им хотелось бы развивать не только свои регионы. Некоторые вопросы касались федерального масштаба. От Рязани выступали двое сторонников партии, которые изложили свои мысли насчет развития страны. Так, Рязанка Нелли Лукашева подняла вопрос о развитии территорий в регионах. Мы считаем, что тренд в сторону развития ревитализации исторических пространств очень актуален. Также поддерживаем требования времени по созданию энергоэффективных и экологичных видов транспорта. Считаем, что нужно менять тренд от строительства человеника в сторону создания малоэтажных застроек. И в целом за то, чтобы территории, в которых мы живем, были красивыми, уютными, чтобы в них хотелось жить, хотелось оставаться, общаться друг с другом, воспитывать и растить детей. Другой сторонник партии «Новые люди», выступавший от Рязани, поднял проблему нехватки школьных учреждений по всей стране. Он предложил свой вариант решения проблемы. «Придется строить новые школы. Ну, потому что они нужны. И тут у нас есть выбор. Либо строить такие же школы, как и есть, которые многих не устраивают. Либо построить новую современную школу для старшеклассников. Только представьте, как он может выглядеть, этот хаб или центр для старшеклассников, которые образуются в городе. Но, кроме того, он еще решит одну важную задачу. Школы нужны там, где сейчас живут люди. Но строить место в городах нет. И вынуждены строить где-то, где находят место на окраине города. Но малышам нужны школы рядышком, а старшеклассники могут туда ехать. Поэтому такой образовательный хаб может возникнуть чуть подальше. И забрав школьников, забрав старшеклассников, мы освободим места для малышей». Массу решений проблем представили и сторонники партии из других регионов. Для каждого здесь был создан специальный стенд с презентациями, чтобы любой желающий мог ознакомиться с программой партии. Между тем, от Рязанской области себя представили еще пять сторонников партии, которые готовы вносить изменения прямо на местах. Примечательно, что Дмитрий Детинов, живущий в Касимове, хочет баллотироваться в Рязанскую областную думу с тем, чтобы разобраться в проблемах своего города. Сейчас, по его словам, Касимовым управляют люди, не проживающие в самом городе. В Касимове сложилась такая ситуация, что руководящий состав города, он не обновляется и не меняется, что приводит к застою. И еще я считаю, что представлять интересы жителей города на областном уровне должен человек, который живет в городе постоянно и знает всю эту проблематику изнутри, а не приезжающие наездами в город, живя в Рязани, а представляя интересы косинцев. Так быть не должно. И партия «Новые люди» выступает за то, чтобы интересы местных жителей представлял местный кандидат. Другой сторонник партии «Новые люди» от Рязани высказал свое мнение насчет развития детских и спортивных площадок, пояснив, что в городе с этим обстоят большие проблемы. Целью моего проекта является преобразование уже существующих площадок в площадки, на которых можно заниматься спортом, играть детям, а также заниматься инвалидам и лицам преклонного возраста. Алексей считает, что данный проект можно реализовать путем перестройки старых площадок и созданию новых. При этом в одном месте смогут играть дети, а взрослые заниматься спортом. Такой опыт он уже воплощал в других регионах. Стоит отметить, что на съезде партии поднималось много вопросов, касающихся экологии. И сам председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что опыт Рязанского региона показал, что в отношении экологии есть масса примеров для ее улучшения. Когда мы делали экологическое движение, то мы во многом взяли рязанский опыт высадки деревьев в так называемых школках, когда мы берем маленькую сосенку, ее подращиваем, потом высаживаем ее в неудобие, в овраги, вдоль дорог. Вот этот опыт рязанский вместе с Александром Гуровым, который тоже здесь на съезде, я видел его, мы взяли и распространили на всю страну. Поэтому для меня Рязань – это город, где не только Евпатий Калаврат, но вот еще Александр Гуров, город, с которым мы по всей стране разнесли очень хорошую инициативу. В настоящее время партия «Новые люди» выдвинула почти 600 своих кандидатов для участия в выборах в законодательные собрания в 13 регионах страны. Избирком официально допустил партию до выборов 7 августа. Это новая партия, целью которой является улучшение ситуации на местах. Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Честность? Ее невозможно переоценить. Только честность рождает доверие. И нужно честно сказать нашим гражданам, что мы можем сделать, а что нам трудно будет сделать. И самое важное, почему. Люди хотят правды, имеют на нее право. Мы за поступательные, но неуплонные перемены. И если будем идти этим путем, мы обязательно увидим другую страну. Страну, в которой нет страха. Страну, в которой каждый гражданин может реализовать свои права, чувствовать себя уверенно и защищенно, работать на свое будущее и будущее своих детей. Кроме того, Алексей Нечаев отметил, что партия пришла побеждать для того, чтобы улучшить жизнь людей в каждом городе и регионе. На съезде партии были решены и другие важные вопросы. Всеобщим голосованием был избран новый состав Центрального Совета партии. В него вошли 10 человек. Кроме того, мероприятия посетили звезды шоу-бизнеса, такие как Елена Летучая и Тина Канделаки. В завершение съезда Тина Канделаки провела обучающий мастер-класс, направленный на то, чтобы каждый из присутствовавших поверил в себя, тем самым расширил возможности своей жизни и карьерного роста. Подводя итоги, можно сказать, что этот съезд дал начало активной фазе в предвыборной кампании. Сейчас отделения партии работают в 55 регионах страны.